Итак, я продолжаю лекцию, я вижу, все вернулись. Сейчас я, наверное, немного вас отвлеку, чтобы вы совсем уж не заскучали. И покажу вам классную штуку, которую мы, например, умеем делать. Ну и, собственно, покажу, зачем мы вообще это делаем. Думаю, большинство из вас видели, однако вдруг не все. Представим себе, что раньше для... Раньше для того, чтобы каким-то образом анализировать данные, приходилось писать довольно массивные скрипты для Praat, чтобы обходить все эти ваши файлы, натравливать на них. Ну там что-то в итоге получалось, но я так чувствую, что у многих это отнимало время. С другой стороны, некоторые задачи над разметками как таковыми можно автоматизировать. У нас там есть пара идей, которые мы сейчас разрабатываем. И сравнительно недавно мы выкатили возможность, например, считать форманты гласных над всем, что накоплено в словаре, и получать из этого вот такие вот симпатичные картинки, где вы видите алфавит гласных, которые присутствуют в данном диалекте, а здесь вы получаете эту вашу волшебную трапецию. Здесь не так видно, что это трапеция, зато это видно вот здесь. Вы получаете на выход картинку с трехмерным графиком и экселевскую таблицу, с которым можно что-то делать. Во-первых, здесь есть кое-какие данные, которые мы напрямую не используем. Нас просто попросили это размечать. С другой стороны, вы получаете двухмерный график, который можно вставлять в статьи, например, и показывать, что вы там наисследовали, насобирали, услышали. И заодно, как мне подсказала одна моя коллега, которая раньше работала лингвистом, это еще и полезный инструмент для того, чтобы засекать, где вы ошиблись. Потому что она как раз, когда я впервые ей показал, правильно получилось или неправильно, сказала, что человек, который строил этот словарь, не слышит разницы между буквами О и У. И они там попадали, вот как вот эти два квадратика. Я не знаю, что это такое. Но, в общем, там это какой-то смысл, видимо, имело. Поскольку я не лингвист вообще, ничего не могу сказать вам на эту тему. Но ровно как инструмент для поиска дубликатов, это может вам пригодиться. Итак, развлекательная часть закончилась. Чуть позже я покажу, как такие штуки самим получать. Это делается буквально двумя кнопками. И мы вернемся к тому, что вы обязаны знать на выходе с этих семинаров. Собственно, вернемся обратно к словарям. Я все рассказал про корпуса, что хотел. Также я хотел сказать, что в ваших словарях вы можете не просто, ну, как бы, что вообще представляют собой ваши словари сейчас? Это некоторая транскрипция, некоторый медиафайл, звук в общем случае. Некоторые этимологические связи, которые есть, когда мы наконец-таки победим Старлинк и начнем его тоже импортировать в систему, это станет особенно актуально. Но дело в том, что все ваши переводы сейчас идут на русский язык. А русский язык, я так понимаю, что не то, чтобы очень много людей в мире знают так хорошо, а для популяризации знаний это было бы полезно. Очень-очень правильный подход, да. Однако мы позволяем в этой системе вносить переводы не только на русском. У вас есть здесь вот галочка, в которой сказано, на каком языке будут вноситься ваши изменения. Вот пока я показывал вам конвертер, я как раз заметил, что мы там ошиблись и из Елана воспринимаем текст как английский. Это поправим, опять же, на следующей неделе, когда я буду глобальную систему обновлять. Но выбрав вот этой переключалкой русский, вы можете добавить, поскольку я все уничтожу, вот я пишу, вы можете добавить перевод на русский. Когда в системе появится, вот, и видите, здесь уже показывается, что это русский перевод. Хотите, можете добавить немецкий. Не очень хорошо помню немецкий. Ну, неважно, конечно. И появится вон, где, в качестве подписи. Это полезно еще и потому, что мы предоставляем доступ к системе не только через веб-интерфейс. Мы позволяем доставать оттуда данные разнообразным программам. Поэтому разметка, на что мы вот сейчас это все перевели, может оказаться полезной, потому что там у нас есть буквально запрос. Пожалуйста, достань только немецкие переводы, например. Кроме того, вы чуть более прозрачно можете строить соответствие. А что еще лучше, можно составлять будет словари в обратную сторону. Например, там русско-чулымский словарь, а не чулымский русский. Но для этого нам нужно об этом сказать, чтобы мы вот в эту панельку добавили еще один язык. И, как я уже говорил, вообще всю систему можно перевести на условный чулымский. Вот. Когда появятся, собственно, хоть какие-то переводы, кроме русского, мы добавим еще кнопочку, которая позволит фильтровать. Она будет вот здесь вот, скорее всего, чтобы вам показывать только те переводы, которые вы хотите. Но поскольку об этой фиче я говорю сейчас впервые, понятно, что никто этого не делал еще. Так вот. Возвращаемся к нашим словарям. Теперь я расскажу вам про права доступа. Во-первых, права доступа для словаря и для слоев, причем для каждого из слоев в отдельности, разные. Более того, у них разное множество возможных прав. Чтобы посмотреть, что там происходит, вам необходимо нажать на вот эту стрелочку и нажать кнопку Edit Rules. Вы получите список того, что пользователь может делать. Это единственная часть, которую мы в системе не можем перевести на другие языки. К сожалению, эта штука всегда будет на английском, потому что здесь мы показываем внутренние кишки системы. Если еще мы их будем переводить, мы можем перевести, но система замедлится раза в 20. Это мы уже проходили. В любом случае, вы видите в рядах разрешения, которые у вас есть, ну или не у вас, а в колонках, у кого эти разрешения есть. И там, где галочки стоят, там как бы они есть. Я не очень хочу углубляться в то, какие конкретно роли за что отвечают, потому что вы все равно вряд ли осилите это сейчас. И более того, со временем у меня возникло ощущение, что мы слишком сильно гранулировали систему прав, потому что это не нужно. То есть все на самом деле гораздо проще. Но что сделано, то сделано. Но, однако, здесь поясню. Например, вы даете доступ кому-нибудь второму для редактирования словаря. Вот, например, последняя строчка, очень полезная в этом смысле. Вы снимаете галочку, и этот человек никогда случайно не удалит ваш словарь. Например. Некоторые разрешения, например, говорят о том, можно ли назначать новых редакторов в словарь. Ну, если нельзя, то они не назначатся. Но, в общем, эта часть не очень-то отлаженная. То есть здесь могут быть какие-то ошибки. Потому что ей как раз никто никогда не пользовался, несмотря на то, что вообще системой прав пользуются все. Потому что все отдают так или иначе свои словари на редактирование. Давайте попробуем добавить Юлию Викторовну в качестве участника словаря. Мы вводим кусочек ее никнейма или кусочек ее имени. Вот, у нас как бы отфильтровался список. Нажимаем кнопку плюсик. Она появляется вот здесь. Мы ставим галочки везде. Это один из способов. Я сейчас расскажу про второй способ, который вот сейчас только-только появился. И нам сейчас нужно его внедрять. Как я сказал, набор ролей для словарей и для слоев, которые мы называем внутри нашей разработческой среды перспективами. Разные. Вот перспектив другие на самом деле роли. Это, например, можно ли доставать список разрешений для этого словаря. Можно ли смотреть опубликованные лексические входы. Можно ли смотреть неопубликованные лексические входы. Можно ли удалять лексические входы и записи. Можно ли одобрять. Вот из некоторых комплектов подобных разрешений фактически строятся такие мета-роли. Когда у вас есть человек, который публикует это все, есть редактор. Но, в общем, опять же, это приобретет какой-то смысл, когда команда, работающая над словарем, будет действительно большой. То есть, если там будет человек 15, будет смысл каким-то образом бить ответственность. Когда редакторов двое-трое, я вообще в этом смысла не вижу. Так, и сюда мы тоже добавляем Юлию Викторовну и проставляем все галочки. Кроме того, здесь еще можно добавлять не отдельных людей, можно добавлять целые организации. Сейчас пока ни одной организации в системе не зарегистрировано. Это, вообще говоря, делаем мы. То есть, грубо говоря, нам пишут письмо, и мы делаем отдельную запись для организации. Люди туда так или иначе вступают. У организации есть человек, который управляет тем, что в нее не вступает кто не надо. Так, и правим для третьей полоски, то есть второго слоя, добавляем точно так же Юлию Викторовну. Вот эта часть, которую, скорее всего, большинство из вас уже либо делало, либо в ближайшее время будет делать. Но это не единственный вариант. При таком способе вы как бы остаетесь индивидуальным редактором словаря, и он будет показываться в самом конце страницы, ну, через какое-то время, как, типа, инициативные словари исследователей или что-нибудь вот в таком духе. Однако у нас там появилось в связи с ТГУшным грантом явное требование разграничивать, какие словари по каким грантам сделаны. Физически в системе, вот эта взрослая система, здесь некоторые прописали в мета информации к словарам, по каким грантам они сделаны. Но большинство, по-моему, этого не делало. Да, я вот так, на вскидку, ни одного сейчас опубликованных не вижу. Тем не менее, мы сделали другую схему. Опять же, мы, как администраторы системы, Юлия Викторовна или Анна Владимировна, можем зарегистрировать в системе грант. Это делает только администратор, потому что нам нужно сначала верифицировать, что этот грант действительно есть, что его выдали действительно этому человеку и так далее. Я не думаю, что там будет настолько большое количество их, чтобы мы не осилили это глазами. После чего можно присоединить словарь к гранту. Давайте попробуем, как это делается. Мы берем и нажимаем на вот эту галочку и нажимаем на кнопку Edit Information. Здесь есть кнопка Grants. На самом деле, мне очень не нравится, как это сейчас сделано. И это как раз было предметом обсуждения сегодня ночью с моими коллегами. Мы это переделаем в какой-то момент, но я объясню потом заново и запишу отдельную инструкцию, как это делать заново для этого места. Но сейчас это устроено так, что вы нажимаете кнопку Grants и вы видите список грантов, существующих в системе. Я сейчас завел тот грант, по которому эта система разрабатывалась в том числе, потому что я не знаю, какой номер у ТГУшного гранта и так далее. Так вот, у вас есть около каждого гранта кнопка Add, вы на нее нажимаете, вас переспрашивают, точно ли вы хотите добавить словарь в грант, потому что действие это необратимое. Забрать словарь нельзя будет никак вообще. И при этом вы лишаетесь, как я уже говорил, прав на публикацию. Это логично, потому что человек, который отвечает за грант, отвечает за то, что вы там пишете. Поэтому лучше бы ему не позориться, если вы там решите, в общем, что-нибудь не то делать. Мы говорим, да, мы абсолютно уверены. И как вы видите, ничего не изменилось. То есть она свернула в менюшку, мы нажали ОК, здесь все по-прежнему. И даже если мы перезагрузим страницу, все будет по-прежнему. Это вот мне сейчас не очень нравится, это, видимо, уже в новой версии будем исправлять. Однако, так, как бы мне так. Так, вот у меня есть второе окно. Однако, на самом деле, в тот момент, когда вы нажали кнопку, администратору гранта свалилось уведомление в его аккаунт. Ну, не тот, а, я понял, не тот логин. Извините, я за это время нарегистрировал уже себе столько логинов здесь, что я уже путаюсь между ними. Нет? Да не, не, я просто пароль не угадываю. Выбрасываешь пароль неправильный? Нет вот аккаунта. Сейчас, подождите. Вот это, я думаю, тот. Нет, не тот. Это что за ужас? Короче, вам эту часть видеть не обязательно. Все равно будем переделывать. Но, грубо говоря, перейдя вот в эту вкладку, я увижу, что от пользователя такого-то поступил запрос на добавление такого-то словаря в такой-то грант. Принять или отклонить? И вот... А, нет, слушайте, мне нужно это вам показать. Тьфу ты. Сейчас, секунду, мне придется подобрать пароль. Может, я уже могу. Идея такая, что когда запрос будет принят, вы как раз потеряете возможность публиковать свой словарь. Вот. Мне пришел вот такой вот запрос, что пользователь all хочет добавить demo dict for lecture в грант бла-бла-бла-бла-бла-бла. Concept. Я принял. Все, теперь тот грант не мой. Ну, и не ваш. Словарь. Да. Грант там как будто бы мой в этой демо-системе. И, как видите, в этот момент вот эти штуки стали отличаться. Здесь у меня показывается знак, ну, конечно, перечеркнутый круг. А здесь я все еще могу менять, что я хочу. По факту теперь вот только тот пользователь, которому я отдал права, сможет опубликовать этот словарь на главной странице, и он же сможет работать вот в этом вот редакторском интерфейсе. Ну, то есть вам он показывается, но сделать вы в нем все равно ничего не сможете. Заодно, кстати, раз уж я все-таки сюда зашел, я покажу, как выглядят опубликованные словари. Опубликованные словари, естественно, нужны для просмотра, и там гораздо меньше всяких лишних кнопок. И это просто показывается, как вот такая табличка. Кнопочки здесь только для того, чтобы файлы скачивать к себе на компьютер. Так. Я очень надеюсь, что часть отдавания им гранта понятна, потому что вам действительно придется скоро это всем быстро-быстро провернуть. Теперь я перехожу к... Вернусь как раз к той части, которая развлекательная. Как получить красивую картинку себе? Вот это вот. Давайте попробуем. Я залил, кажется, вот сюда какую-то разметку, и я захожу в тот слой, где я эту разметку залил. Здесь есть кнопочка Tools, которая позволяет делать две вещи. Залил ведь? А, это не тот слой. Сейчас, секунду. Здесь нет звуков. Сейчас найду со звуком. Да. Так вот. Здесь есть кнопочка Tools, в которой сейчас пока что всего два инструмента. Один из которых называется фонология. При нажатии на эту кнопку вам позволяется выбрать некоторые параметры того, что будет строиться. Вы можете считать эти фонологии по всем гласным. Вы можете считать фонологии только по длин... Только по самым длинным гласным и только по самым интенсивным гласным. Я так понимаю, по сути, самым громким. Кроме того, вы можете нажать галочку вот здесь, и тогда вам дадут выбор, из каких слоев вы хотите... Ну, то есть, если у вас есть тысяча разметок, в каждой из которых три слоя, которые называются Mary, Larry, Harry, например, он покажет, что там есть некоторое множество слоев, выбираете один из них. Это имеет смысл, когда у вас есть разметки, например, фонетики и фонологии отдельные, которые лежат в одном пратовском файле. И, кроме того, есть выбиралка, насколько информативной должна быть полученная таблица, а именно заталкивать туда транскрипции и все переводы слова, которое туда попало, или показывать только первый перевод, чтобы вывод был чуть-чуть поменьше. Но есть некоторые опции группировки, это вообще несущественно. Когда вы нажимаете кнопку ОК, создается фоновое задание, которое можно как раз опять посмотреть здесь. Сейчас можно будет посмотреть здесь. Посмотрели. И он ничего не посчитал, потому что что-то там с разметкой было не так. Ну, а в случае, если... Так, я, может, опции не тебе задал. Сейчас, секунду. Ну, возможно, там не хватало данных или там не было гласных. То есть вот когда ничего не выдается, там нет гласных, как правило. Или нет разметок. Или нет звуков. Конечно, очень много ситуаций, когда ничего не выдается. Но когда у вас много звуков и разметок, что-нибудь обязательно донаходится. Здесь у меня только одна разметка. Да, конечно, сейчас без результатов, но я уже показал, как это выглядит. Вот так вот. Очень симпатично. А, да. Что здесь вообще отображается на этом графике? По этой оси у вас первая форманта ее частота, по этой вторая форманта, по этой третья форманта. В экселевском графике только две форманта. Здесь, соответственно, проекция вот этих вот наших средних, можно сказать так. Второе, что здесь очень важно, потому что именно за счет, по вот этим числам вам оплачивают работу, насколько я знаю, есть кнопка в Tools, которая называется статистика, которая вам говорит, сколько и чего у вас там произошло. Он показывает раздельную статистику по опубликованным и неопубликованным. Здесь у нас ничего не опубликовано, поэтому он показывает только это и общую сумму. Фактически здесь для слоя сканируется как бы список его полей и сколько элементов было забито в каждой из полей. Та же самая статистика есть глобальная и для словаря в целом. Ее можно достать, перейдя в My Dictionaries и ткнув на кнопку напротив вот этой большой полоски словаря, нажать кнопку Statistics. Точно так же нажать кнопку получить, собственно, статистику, где он уже чуть-чуть подробнее, пошагово скажет, где, чего и как. С другой стороны, отдельно отмечу, что такая статистика не работает для корпусов. То есть те корпуса, которые вы залили, там будут посчитаны просто количественно. Там будет написано, что да, вы залили 8 файлов разметки, но не более того. Так, теперь переходим как раз к относительно сложной части. Как я сказал, существует еще третий способ создавать словари. Это просто создание словаря с нуля. Процедура почти такая же, только никаких входных данных изначально у вас нет. Вы выбираете язык, как обычного образа, вы выбираете название. И нажимаете кнопку Next. После этого у вас появляется опять вот это вы видели, когда мы создавали корпуса. Но при нажатии на кнопку плюс теперь у вас никаких заранее заданных слоев нет. Вам нужно, ну собственно, вот то, что идет вот здесь, это номер слоя, который вы создаете. Но вам его нужно как-то назвать. Например, первый слой. Вы, естественно, можете опять для этого слоя придумать какое-то количество переводов. И дальше есть плюсик, который позволяет набить этот слой полями. Ну, фактически вы таким образом формируете колонки. Поля бывают некоторого количества типов. Прежде чем нажимать кнопку Add New Field, вы обязательно должны удостовериться в том, что такого типа данных еще не было создано. Потому что у нас эта проблема вызывает не очень много, а у вас просто море. И есть как минимум один человек, который мне написал 150 писем на эту тему. Я надеюсь, что вот в этот момент я раз и навсегда дам понять, что не надо создавать новые типы для существующих уже типов. Если у вас уже есть поле транскрипции, пусть оно вот выберете из существующих. Мы в последнее время стали проверять, чтобы никто не пытался создавать их типа дублирующимися. Но вообще-то эту систему можно обмануть. Но, допустим, здесь действительно нет ничего из того, что вам очень хотелось бы увидеть. Вот здесь все-таки есть поля, которые были нужны, и которых у нас не было, и которые как раз этот человек и создал. Вот есть портоформа и значение портоформы. Допустим, вы хотите создать что-то еще. Что вам вообще позволяет тут делать? Вы, во-первых, должны назвать этот тип на всех языках новый тип, новый вид колонки. С другой стороны, у вас есть кнопочка, которая как раз будет отвечать за то, можно ли будет переводить это поле на другие языки. Понятно, что там есть поле translation, но мало ли вдруг там будет, я не знаю, поле сказания, там, бла-бла-бла малых народностей, которые тоже нужно будет переводить на разные языки. Вам не обязательно ввести словари в этой системе, вы можете ввести, ну, как бы много чего. Но, в общем случае, эта галочка не нужна. После чего вы выбираете тип данных для этой колонки. Поддерживаем. Чего? Это перевод названия колонки. Можно добавить... А, да, да, абсолютно правильное замечание. Сейчас, минуточку. Пусть будет здесь русский, а здесь... Сейчас, тут не очень быстро он откликается. А здесь вы можете выбрать тип данных, который будет в колонке храниться. На текущий момент мы поддерживаем текст, картинки. Это, правда, пока никто не пробовал, мы не знаем, насколько хорошо мы поддерживаем картинки. Но, по идее, все, что умеет понимать браузер, должны. Это сбуки. Соответственно, WAV, MP3 и, возможно, OGG, но OGG может не у всех проигрываться. Это разметки в формате PRAT, в формате ELAN. Это ссылки. Это, собственно, направленные ссылки. Отсюда туда. И группировочные теги. Это как раз является... Именно этого типа у нас этимологии. Это группа связности одного ранга. Так, но создавать сейчас ничего не будем. Потому что особо незачем. В любом случае, вы этот слой набиваете колонками. Вот эти кнопочки позволяют вам выбирать, в каком порядке они идут. Давайте для примера. Я возьму первое поле UGORD, добавлю поле TRANSCRIPTION, добавлю поле, я не знаю, аномалии. Очень-очень хорошо. И вдруг я понял, что я не в том порядке их соединил. Я могу вот здесь нажать, а они поменяются местами. Отдельно отмечу, что вручную созданные структуры словарей невозможно обновлять словарями из лингводока. Я думаю, очевидно почему. Если не очевидно, потом подойдите, я объясню. Кроме того, у каждого из полей может быть связанное поле. Мы это используем для того, чтобы прикреплять, например, к звукам множество разметок. Если у вас есть связанное поле, например, давайте, я не знаю, вот есть аномалии, и к аномалиям мы хотим прикреплять звуки, где слышно, что это за аномалия. Соответственно, это был вот сейчас первый слой. Вообще говоря, там тоже можно выбирать что угодно. Ну, то есть это просто вложенная в колонку маленькая колонка, которая позволяет группировать данные. Там есть еще некоторые фокусы, которые вы заметите как раз в корпусах. Сейчас не буду делать спойлеров, сами заметите. Давайте добавим второй слой. Добавили второй слой. Назовем его как-нибудь еще. И набьем его тоже полями. Давайте пусть будет звук. Я просто не могу сейчас придумать какой-то осмысленный пример. Второй колонкой будет комментарий. И у звука, например, есть разметка. Почему бы и нет? И, естественно, вы можете создать третий, четвертый, пятый и десятый слой. Именно в этом как раз главный фокус. Потому что у ссылочных типов вы можете выбирать, на что же они ссылаются. Если вы и там, и там выберете ссылку на друг друга, то это будет двунаправленная ссылка, которая будет обновляться соответствующим образом. Но пока на этом остановимся, потому что и так, мне кажется, достаточно. Нажимаем кнопку finish. И наш словарь сейчас создастся. Словарь создался. И мы видим second layer и first layer. Со статусом work in progress. Вот наш, собственно, словарь. Если мы сюда зайдем, мы увидим уже несколько иную структуру. Мы увидим, что у нас есть аномалия, есть word, есть transcription. Добавим первую строчку. И поскольку аномалия – это текстовый тип, ну, в объем что-нибудь. А потом, поскольку мы выбрали зависимым типом разметку, он нам предложит залить файл. Берем и заливаем. Ой, там не разметку мы выбрали, а звук. Окей. Естественно, мы не можем в этих условиях проверять, заливаете вы то или не то. У нас нет никакой информации о том, ну, вы если поставите другое расширение у файла, мы уже не догадаемся, что что-то не так пошло. Поэтому мы это даже не проверяем. Однако здесь все будет работать ровно так же, как оно работает в остальных местах. Только у вас получается полностью произвольная структура данных, какую вы себе придумаете. Это одна из самых интересных частей системы. Если кому-то интересно, я могу потом отдельно рассказать, как вообще все это устроено. Потому что это тема отдельной нашей гордости. И что я вам еще не показал. Теперь мне надо... А, я вам не показал карты. Здесь я не очень хочу рассказывать, потому что эту часть мне хочется переделать целиком вообще вот туда. И показывать ее нужно во взрослой системе. Сейчас я туда зайду. Там очень неинформативный поиск. В общем, есть раздел карты, в котором есть поиск и так называемая социолингвистика. Собственно, каждый из словарей вы на самом деле можете привязать к точке на карте. Смотрите, делается это вот так. Есть вот у меня словарь. У него есть слои. Я, собственно, нажимаю кнопку Edit Properties на слое. Если я все правильно помню. Да, и здесь есть, во-первых, текстовая строчка автора, которую можно заполнить. Там будет отображаться, кто составитель словаря. Но не с вашим никнеймом, а кто действительно там. Вот здесь можно написать, что это материалы вот такого-то, такого-то, собранные тогда-то. Я такая-такая-то записала все эти материалы. Например. И оно отобразится. Кнопка Files позволяет прикрепить к вот этой метке какие-нибудь данные. Если это будет файл PDF, то мы его даже покажем прямо в браузере. Выбирается местоположение вот так. У нас сейчас одна из вещей, которую очень хочется переделать. Нас забанил Google, потому что они хотят денег, когда кто-то использует карту слишком интенсивную. Поэтому нам приходится использовать OpenStreetMap, и мы пока к нему не прикрутили поиск по местам. И места здесь гораздо меньше, чем в Google. Вот мы тогда задумали переключалку между тремя видами карт, чтобы можно было менять их. И когда банят кто-то один, можно было бы переключиться на запасную, а OpenStreetMap был бы совсем запасным. Потому что на нем реально ничего нет. Ну, то есть попадаешь в белую пустоши какие-то непонятные. Но в любом случае мы здесь можем пометить, где был собран материал. Не знаю, что это, но вот мне нравится эта линия. Поставим точку здесь. Все. Вот это мы как раз тоже не можем пока... Раньше мог, сейчас уже опять не может. Поэтому, когда сделаем вот этот тройной движок, станет снова можно. Здесь просто у них поиск по-разному устроен. Естественно. Да, да, да. Ну вот те метки, которые... Половина этих меток была еще при помощи поиска поставлена. А половина совсем руками. Поэтому... Ну и, соответственно, была вторая проблема, которую, я думаю, мы тоже решим. Когда люди ставят метки при помощи поиска, когда ставятся две метки в одно и то же место, их не очень легко отрисовать, чтобы было понятно, что их там две на самом деле. Вот видите, здесь они уже близко и уже не все заметят, что их на самом деле вообще даже не две, наверное. А, ладно, две. Неважно. В общем, вы поставили метку, нажали save, ваша метка сохранилась. И, кстати, здесь вам пишутся координаты. Если вы хотите присоединить файлы, вот, собственно, отсюда вы можете их выбрать. Но с файлами история интересная. Как я уже говорил, у вас там есть менюшка файл, my files, где вы можете заливать файлы трех типов. Первый тип – это словари, и это я показывал. Второй тип – это PDF-ки, которые вы как раз можете прицеплять к словарям и вот этим меткам на карте. И они тоже доступны только вам. А вот третий тип – это специально составленные XML таблицы, XLS таблицы в Excel, которые должны соответствовать строгой структуре таблиц, и там прописаны вопросы и ответы на эти вопросы в разных местностях. Я сейчас вот в возрослой системе покажу, во что это выливается, но я не думаю, что это вам нужно, потому что это было нужно для прошлого гранта. Так вот, но эти файлы, они общие для всех. То есть, если кто-то залил такой файл, все сразу видят, что есть такой файл. И поэтому, когда вы редактируете свойства словаря, свойства перспективы, вот здесь, здесь на самом деле выкидывается список, который является объединением списка PDF-ок и списка социолингвистики. Но я PDF-ок не заливал, но я вижу социолингвистику всех, кто ее заливал тогда. Так, поехали дальше. Как это вообще на карте выглядит-то? Карта вот такая. Сейчас потыкаемся, может, найдем где-нибудь какой-нибудь документ. При нажатии на метку показывается, что это за словарь. Но файлы, в общем, далеко не все прикладывали. Надо искать. Сейчас помню, что где-то вот здесь было. Так, я только вчера где-то здесь их видел. Вот, например. Угадал. Вы нажимаете на вот эту кнопочку и у вас открывается встроенный PDF-вьюер. Здесь можно посмотреть, что человек хотел вам сообщить о данном диалекте. PDF-ки делаются из чего угодно. Ну, вообще из чего угодно, потому что в Варде есть экспорт в PDF. Во всех остальных местах, даже где его нет, можно выбрать виртуальный принтер, который распечатывает файл, но не на принтере, а в формате PDF. И здесь как бы есть поиск. Поиск мне не нравится, как раз это стоит переделать. И я все еще не очень точно помню, как им пользоваться. Смысл такой, что вы можете выбрать поле, по которому искать, например, translation, набрать, что искать, причем, если вы напишите слова через пробел, не знаю, правда, поиск, который хорошо сработает, можно будет использовать модификатор-галочку. Вы ищите одновременное вхождение в этом поле или раздельное. Более того, можно добавить множество других критериев поиска. Например, у нас должен быть перевод мама и в транскрипции должна быть буква А. После чего можно нажать кнопку поиска. И я надеюсь, сейчас он что-нибудь найдет. Ведь в транскрипциях слово «мама» хоть где-нибудь такое бывает. Хорошо. Значит, что-нибудь найдется. Этот поиск ищут только по опубликованным словарям. То есть, по скрытым и вашим словарям он не ищет. Не, я латинице написал. Да, он написал латиницей. Я достаточно быстро переключаюсь. Ну, в общем, в зависимости от сложности поиска этот процесс может занять какое-то время. Нет, просто есть вхождение. Но здесь поиск по подстрокам в любом месте. Он найдет в том числе банана «мама». Да, он ищет по всем словарям в системе. Но это, правда, может быть долго. Там одна из проблем как раз была в том, что если в качестве предмета поиска забивать меньше, трех символов, это может занимать существенное время. Потому что ему нужно прошерстить несколько миллионов записей. Ну, я хотел все-таки чуть более наглядно показать, что поиск бывает по комбинации признаков. Ну, я вообще давно этой штукой не пользовался. Год, наверное. С тех пор количество словарей увеличилось, наверное, вдвое. Количество слов в них еще в разы. Нет, все, он пока не закончится, он заблокирован, но можно продублировать вкладку и поискать еще что-нибудь. Давайте просто маму поищем, пока он там думает. Да, есть две галочки. Здесь они ищут, да, но заимствование ищется по соглашению с Юлией Викторовной только в том случае, если в какой-то из колонок, я уже не помню, в какой, по-моему, в колонке Word в скобках написано слово «заим» точкой. То есть тут никакого заимствования не размечается по-настоящему. и этимология, соответственно, есть или нет, он проверяет, есть у него действительно связи какие-нибудь или нет. Но с Adoptions это как раз вот и был момент, когда я понял, что все-таки направленные ссылки нужны, потому что заимствование проще всего показать отсюда туда. Так, этот все еще думает, а этот я так и не начал. Чего? Я забыл нажать кнопку. Вот, просто слово «мама», ну, они есть, вот я показывал, это типлинг. Мы не очень много тестировали, что, ну, как они вообще работают, но вроде работают. В общем, на карте метки, где были словари, в которых это слово входит, показываются жирными, вот, большими метками. И более того, внизу показываются вот эти вхождения. Вхождения не очень много, как я уже сказал, потому что поиск идет только по полностью опубликованным частям. Я зашел сейчас как гость, ну, понятно. Здесь есть фильтрация. Разным людям будет выдаваться немного разные результаты поиска на самом деле, в зависимости от прав. И здесь как бы показывается структура конкретных словарей, в которых слово нашлось. То есть, если у вас полностью своя структура, он тоже найдет. Другое дело, что вот вторая проблема, которая есть, это то, что добавлять метку на карту нужно и для первого слоя, и для второго. Там вот сделать так, чтобы добавить, типа, целиком словарь на карту, это сложно. Поэтому мы сделали, что слои добавляются по отдельности. Хотя по факту, скорее всего, собирается и то, и другое в одном месте. Ну вот, и здесь как бы опять же есть там странички. Ну, понятно. Так, посмотрим, здесь что-нибудь нашлось. Нет, здесь все еще ищут. Теперь покажу, что с социолингвистикой. Это, по-моему, довольно такая невнятная штука. Так, у меня еще и компьютер стал подвисать. Он, возможно, нашел, но что-то не очень. Не-не, здесь вот этот компьютер вообще немножко как-то подозрительно подтупливают. Хотя вроде Core i5, не знаю, не должен быть. У меня есть ручка. У меня есть ручка. Или вы не ручка ищите? Окей. Ладно, короче, я закрою этот поиск. А, нет. Продолжают. О, смотрите-ка, нашел. Это значит, он искал по или. Я вот говорю, я не понимаю логики этих кнопок, не рисовал интерфейс. Да, или мама, или символ А в транскрипции, видимо. И нашел он, понятно, почему он так долго думал, нашел он 15 тысяч вхождений практически. Я удивлен, что он проживал этот выход. Потому что 15 тысяч это реально достаточно много. Ну и, в общем, здесь вообще все, судя по всему, потому что у меня сложно представить себе язык, где люди не умеют говорить. А, пишет, конечно, вот. Вот. Он просто группирует по словарям. Словарь слой. Ну и эта штука не ищет по словарям, у которых нету метки. Это мне тоже не нравится. здесь вот. Ну, короче, я сделаю потом отдельный поиск с ребятами. Этот мы, скорее всего, ломать не будем, потому что Юлия Викторовна его кому-то показывает периодически. Но мы там, в общем, размышляем, как это сделать удобно и хорошо. Хотя вот я сейчас не ожидал, что будет искаться по ИЛИ, если честно. Не суть. В общем, есть вкладка социолингвистики. Как раз с этими анкетами, заполненными в правильном порядке, в правильном формате. И здесь довольно немного вопросов. Вы точно так же можете добавлять критерии. Да, люди, которые заполняли эти анкеты, вот, я не знаю, как вот это понимать. То есть мне вот кажется, что это типа только административными методами делается, потому что я не понимаю, ответа нет и нет гигантской хрени в скобках. И да, со знаком вопроса меня тоже очень смущает. Однако, здесь вот есть некоторый список населенных пунктов, по которым эти анкеты есть. И можно, во-первых, по ним поискать, а во-вторых, можно достать, что там было написано. И будет это выглядеть примерно так. Я так понимаю, что опросник... Нет, 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 я потом и говорю, что там это как-то на коленке было сделано. Ну, у людей, которые это заливали, что-то есть на эту тему, но я не знаю, что. Я знаю, что это делалось... Мы на это потратили примерно два дня, и примерно за неделю в общем, там данные откуда-то взяли. Я не знаю, откуда. Я это видел только в формате, что вот... Я сказал, какую эксельку нужно делать, чтобы мы это проживали, и все. Но поискать поэтому можно. Я не знаю. Говорят ли на национальном языке в населенном пункте дети? Давайте пусть говорят. Нет. Да и нет. Я думаю, не все должны говорить одновременно. Вот, только в одном месте. И да, и нет. Хорошо. А если, например, выбрать просто, да? Более того, здесь вроде как комбинировать можно. Нажимаем плюсик, добавляем второй критерий. Ну, например, нет. Нет таких. Да, редко. Окей. И говорят, и владеют. Да, да, да. Не, ну это логично. Только меньше могло стать. Здесь точно поиск по И. Так. А вот теперь мне надо подумать, что я вам еще не показал. А, я вам не показал важную вещь. Допустим, вы ошиблись в названии словарей. Кстати, еще Маша Амельна здесь еще. Через пять минут я попрошу тебя обратить отдельное внимание на доску. Ну, на доску, на экран. Так вот, допустим, вы ошиблись в названии словаря и хотите его поправить. Ну, все просто. Вы нажимаете на кнопку словаря, нажимаете Edit Information. После чего вы можете поправить, во-первых, язык, к которому этот словарь относится, выбрать какой-нибудь другой или создать новый, если там как-то классификация уточнилась, и поправить сами названия. Это делать могут, по-моему, не все. Вот я тут не уверен на все сто. Это может делать сто процентов владелец, и я думаю, что только владелец. И администраторы. Потому что с переводом это вопрос очень тонкий. Мы решили не давать отдельное разрешение на это, кажется. Но здесь я сейчас не уверен. Это надо коллег спрашивать. То же самое с названиями перспектив. Отдельное предупреждение. Не надо менять названия слоев, если вы их получили из, опять же, старого лингводока. Если вы поменяете название слоя, наш конвертер начнет очень долго соображать, а где ему искать данные. Потому что в старом словаре никаких таких штук не было. Поэтому названия здесь точно не менять. Потому что они так назывались там, пусть так и тут называются. Так, но тем не менее. Здесь тоже можно менять свойства. По-моему, это в свойствах меняется. Да, можно переименовать, если вы, например, сами эту штуку делали. И более того, у каждой перспективы вот здесь можно изменить структуру. Добавить, удалить и так далее. И опять же, если словарь получен из старых словарей, ни в коем случае ничего нельзя удалять. И вообще нежелательно что-то добавлять. Потому что это немного ломает схему поиска изменений. Потому что как только модель перестает совпадать, искать изменения сложно. О, люблю такое. Можно поменять авторов здесь же как раз. Именно для каждой отдельной перспективы. И метку вы уже видели. Как прицеплять файлы вы тоже уже видели. И, кажется, мы подобрались наконец-таки к концу. Конец. Нет, не конец. Подождите. Не конец. Несколько вещей. Первая вещь. Я только что не просто так вспомнил про Машу. На самом деле у нас есть специальный интерфейс для того, чтобы редактировать глобально все переводы. Для этого нужен администраторский пароль. И там показывается полностью вообще все, что у нас было внесено в качестве перевода в систему. Я просто Маше обещаю, что исправлю несколько названий ее словарей. Во-первых, Маша теперь это может сделать сама, скорее всего, после того, что я показал минуту назад. С другой стороны, есть место, где можно поменять абсолютно все переводы в систему. Тут они разбиты на некоторые логические группы, как мы их храним. Есть служебные, есть там разные. В общем, собственность... Чего? Да, да, да. Это могут делать только администраторы. Здесь есть... Ну, просто мало ли вдруг администраторами станет еще кто-то из вас. В конце концов, это очень даже не исключено. Здесь, соответственно, можно менять название перспектив, ну, слоев. Название словарей, название сервисных типов. Их никому не надо менять. Мы не можем просто это ограничить для администратора. Название языков, что особенно актуально. Название полей. И более того, не только менять, но и добавлять недостающие. То есть, видите, в большинстве случаев люди добавляли только по одному переводу. И вот здесь, например, ну, как бы, вроде как сургут. Ну, что такое сургут? Ну, здесь написано, что это русский перевод. Хотя он не русский, во-первых. И, во-вторых, он один. То есть, человек, который заполнял название языка, просто не посмотрел, что там было написано. Ну, я не буду сейчас, в общем, исправлять. Это надо будет потом собраться как-то и всем поправить. Давайте посмотрим Чулымский. Если он... Сейчас, опять компьютер подвис. Вот это. Почему можно? Это же... А, а. Это языки или нет? Нет, я не понимаю сейчас, в какой секции нахожусь. Чулым это вообще диалект. Да, по идее, это название словарей, так что... Я думаю, что это лейнгвич как-то не совсем правильно. А, в этом смысле. Ну, в общем... Если это все редактировать, то сейчас нам прием будет все. Ну, я думаю, да, сейчас не стоит тратить время. Я, может, потом пущу всех поправить. Ну, да, можем, на самом деле, выкатить список. Ну, то есть, это лучше делать как-то массово. Мы вообще это не руками делаем. Мы этот интерфейс сделали как раз для того, чтобы вы могли это делать. У нас это выглядит как маленький питоновский скрипт, который накатывает обновление на систему переводов. И все это. Это гораздо быстрее в каком-то смысле для нас, чем тыкаться мышкой. Ну, вот тут, кстати, забавно, да. Изменить на каком-то языке нельзя. Можно добавить немецкий, перенести это туда и добавить финский. Ну, в смысле, и поменять финский перевод. Мы делали систему так, что уменьшать пространство переводов нельзя. А то что сделает? Кто-нибудь возьмет и не оставит ни одного перевода для сущности, и тогда будет плохо. Поэтому уменьшать мы не даем. Так, и последняя действительно часть. Ура! Это одна из особенностей системы заключается в том, что, как я сказал, все это время я рассказываю про серверную версию, которую LinguaDoc Express.ru. Но точно так же, как и в старой программе, у нас есть офлайн-версия, которую можно использовать просто на своем компьютере и синхронизироваться периодически. У нас не то чтобы много пользователей этой программы сейчас, но вроде самые главные ошибки мы там поправили. Разница заключается в том, что вам там недоступно ничего связанного с публикацией. И это понятно. Вам и тут, скорее всего, будет ничего недоступного связанного с публикацией. И у вас отличается главная страница в этой десктопной версии. На главной странице вы будете видеть список тех словарей, которые вы должны видеть, ну, то есть, которые вам доступны для просмотра или редактирования. И около каждого из них у вас будет кнопка «Загрузить». Нажав на кнопку, вы запустите задание по загрузке словаря вместе со всеми его данными. И, в общем, сможете ходить показывать с собой без интернета. Единственное требование заключается в той программе в том, что вы логинитесь в нее. В момент логина вы строго обязаны быть подключены к интернету. Это делается, это можно сделать в принципе ровно один раз, но это обязательно нужно сделать, потому что при первом логине вы получаете все служебные сущности. То есть программа идет к вам в комплекте с пустой базой данных, в которой нет ничего вообще. Даже перевода в самого интерфейса. После чего вам не стоит разлогиниваться, потому что, чтобы залогиниться снова, чтобы мы поняли, что вы никого коварства не замыслили, мы там выдаем шифрованные токены. При логине они стираются. И именно так мы понимаем, что вам можно делать то, что вы делаете. Поэтому, если вы залогинились в десктопном клиенте, и это ваш компьютер, то разлогиниваться не надо. Вторая часть этой же сферы деятельности заключается в том, что в ТГУ будет поднят специальный сервер, чтобы он работал быстро и не нужно было ждать соединения до Москвы, который будет синхронизироваться с нашей версией, опять же, периодически. Периодически по запросу самого пользователя. То есть пользователь точно так же, как в десктопном клиенте, сможет сказать, что я хочу на вот этот ваш отчетный сайт скачать словарь, чтобы он хранился на вашем сервере, работать с ним, заполнять его, докидывать туда файлы и так далее. И там раз в месяц жать кнопку синхронизировать с условно-центральным лингводоком. В этот момент мы поймаем все изменения между нами и вами, прозрачно, собственно, сольем все воедино, конфликтов там быть не должно. Ну, таких, я имею в виду, программных конфликтов. И на вашу версию зальется вся модель разрешений, доступных вам. То есть обновятся политики доступа, обновятся переводы, которые добавлялись в систему, и еще некоторые сервисные сущности, которые, в общем, неважно какие. Причем сервисные сущности обновляются, когда синхронизацию запускает любой пользователь. Я не знаю, кто у вас там этим заниматься будет. Возможно, просто это все будет делать Юлия Викторовна, потому что напрямую с этой системой работать немного удобнее, чем через зеркало висит синхронизации, потому что можно запутаться, куда чего заливалось. Десктопный клиент привязан вот к этой версии. Можно привязку поменять, но там будут неясные последствия. Мы не пробовали пока что. Программа ставится довольно легко. Раз в какой-то период времени мы выкладываем обновления. Вот сейчас как раз версия 2.1, наверное, в апреле выложенная. Сначала нужно поставить файлик для Windows. Он распространяется в компании Microsoft, но его довольно тяжело на их сайте искать, поэтому мы выложили его к себе. Это Visual C Redistributable Libraries for x86, короче, архитектуры. Неважно, там просто скачиваете файлик, нажимаете дальше, 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 он все вставит. После чего вы можете скачать как раз по ссылке сборку и установить ее. Там тоже обычный инсталлер, где можно нажать дальше, 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 дальше. Подождать довольно-таки много времени, потому что у нас были сведения, что у вас интернет здесь не очень хороший. В смысле, здесь-то еще нормальный. То есть люди, у которых совсем плохой интернет, поэтому мы постарались сжать эту сборку максимально. Поэтому она будет долго распаковываться. И если вы ее уже скачали, она у вас уже стоит, вы ей уже пользовались, вы можете скачать два маленьких файла по паре килобейт, апдейт бат, апдейт пиф, сохранить в папку с программы и запустить апдейт бат. Она подключится к нашему серверу распространения, проверит, какая у вас версия, посмотрит, не вышло ли более новое. Если вышло более новое, скачает новую версию обновлялки, вот этой вот самой, а потом с помощью этой обновлялки высосет с сервера все нужные файлы и обновит только то, что нужно. И вам не придется перекачивать этот здоровенный архив. Опять же, рекомендация общего толка, не ставьте программу в папке, где есть пробелы в пути. Нам это не сильно мешает, но кто знает, что там еще будет. И на этом я могу сказать, что мы закончили. Редактор субтитров А.Семкин